Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной травматизма и гибели людей. В округе уже начались профилактические мероприятия. Спасатели совместно с нашей съемочной группой побывали на Кореневском карьере и проверили лед на прочность. Лед в начале зимы еще до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный ночными заморозками, он еще не способен выдерживать большую нагрузку. Днем часто становится пористым, местами видны промоины, откуда просачивается вода. Мы тут по водоему ездим, проводим профилактику. Погода переменчивая, лед хрупкий. Уважаемый, я ловлю лет 40 уже. Понятно, понятно. Как бы правила безопасности. Я все знаю. Я далеко не хожу, во-первых. Я где-то метра полтора-два мне этого достаточно. Вы еще знаете, что надо в какие поведения на льду смотреть, где промоины обходить стороной. И темный лед, я знаю. Прочность льда можно определить визуально. Ярко-голубой или белый можно ступать. Матовый или темный риск провалиться. Спасатели замерили толщину льда на Кореневском карьере. Она составила 7 сантиметров. Безопасным же считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Частенько бывает рядом с водоемами какие-то находятся горки. Дети, бывает, катаются с горок вблизи водоемов и выезжают там на речки, на пруды. И надо как бы тоже предупреждать их детей смотреть за состоянием льда. Погода сейчас то тепло, то минус. Лед хрупкий, опасный. Поэтому, чтобы взрослые обязательно ходили с детьми. Что же делать, если беда все-таки случилась? В первую очередь нельзя паниковать. Нужно звать на помощь. Необходимо выбираться медленно, выползая на лед, перекатываясь до того места, откуда пришли. Если в беду попал прохожий, для спасения можно использовать веревки, длинные палки, шарф. После спасения снять мокрую одежду, растереть тело и выпить горячий чай.